21 апреля 2019 года публичных слушаний городской администрации Распоряжением главы муниципального образования городского округа Савремянска 50 апреля 2017 года за номером 3 на 21 апреля 2017 года началось проведение публичных слушаний по проекту постановления администрации городского округа Савремянска в утверждении проекта планировки и проекта передавания территории линейного объекта Название проекта общего строительства автомобильной дороги от лицового номер 56 В по улице Гагарина до улицы Западная устройством парковочной площадки от улицы Западная до улицы 41 октября в городе Ферменянске и республике Мариал благоустройство улиц Безымянска от дома номер 56 В по улице Гагарина и запад и улица Западная Первая очередь строительства Председатель публичных слушаний геннадий Бурмитов Андреевич в председатель собрания депутатов муниципального образования городского округа Савремянска и в старом реке Ильич Фалисей Александрович в консультант собрания депутатов Согласно положению публичных слушаний в муниципальном образовании городского округа Савремян публичное слушание считается правомой если на момент откончания регистрации зарегистрировались не менее 60 участников Согласно списку регистрации в зале присутствует 31 человек Таким образом, в форме имеется публичное слушание объявляется открытым На поведке дня публичных слушаний один вопрос проект постановления инициации городского округа Савремянска и ранее озвучен Проект постановления и предложения к нему а также порядок обнакомлений были предварительно опубликованы в городской газете ведомости Савремянска Таким образом, порядок обнакомления градусов с условным действующим законодательством соблюден инициатором публичных слушаний является глава муcipального озвания городской 평бы Савремянска Уважаемые д crochets города Савремянска В соответствии с положением публичных слушаний установляется следующий регламент работы На выступление докладчиков по вопросам публичных слушаний около 20 минут На выступление участников публичных слушаний до 10 минут Обращаю ваше внимание что все присутствующие участники публичных слушаний выступают только по разрешению председательства предоставляется marrying руку Приступаем к рассмотрению проведки дня публичных слушаний Слово по вопросу Заставляет, естественно, Александр Дмитриевич, руководитель отдела директуры, ГОСС, администрация муниципального образования городского оборудования. Пожалуйста, Александр Дмитриевич. Уважаемые участники, публичные слушания. Я сначала пойду в ракурс истории, маленького. То есть, в данном случае, администрация города в 2014 году был разработан проект, значит, говорили сейчас, коллекция автомобильной дороги от Дома 56В, это контора ДСУ в улице Гагарина до улицы Западной, с устроенную парковочную площадку от улицы Западной до улицы 43 сентября, и благоустройство, безумянное и западное. Данный проект был разделен у нас на три части, три этапа. Как вам уже будет сказано, то есть, вот в прошлом году городом, значит, была выполнена работа по устроенному парковочной стоянке около больницы. Это третий этап данного проекта. Вторым этапом в прошлом году был сделан тротуар по улице Западной, и, значит, получается, что первым этапом сейчас у нас будет проводиться, значит, планируется строительство дороги от Дома 56В, это ДСУ, до улицы Западной, то есть до въезда в центральную районную больницу, которая находится на улице Западной, в данном отношении. То есть, в связи с этим, значит, это, значит, ну, хотелось бы мне сказать, что градостроительным кодексом, значит, именно 3 июля 2016 года, было, значит, все-таки уже более точно регламентировано, что такое в главе 1, пункт 10.1, что такое называется линейным объектом, что, какие, значит, виды работы и какие вообще объекты относятся к линейным. Это линии электропередач, связи, в том числе линейно-кабельные линии, это, в которых подземные лежат, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения. В связи с этим, значит, 55-я статья градостроительного кодекса говорит о том, что для строительства линейных объектов требуется, значит, проект планировки и проект межевания. В данном случае, значит, проект планировки, это является у нас сам проект, разработанный в 2014 году, и, значит, проект межевания, в связи с тем, что, значит, мы планируем строительство в 2017 году начать, то есть, и согласно градостроительному кодексу, то есть, был выполнен в соответствии с проектом планировки этим межевания, и, значит, там проект межевания, то есть, приложенный вот на отдельных листах, в котором показывается, что в желтом это показывается земельный участок, который находится в ведении администрации города Казмодемьянска. И вот красным, значит, линия обозначена, что этот земельный участок вновь сформированный, согласно вот этому проекту межевания, и в последующем для передачи его для строительства. Но это в красном. Вы можете сказать, что красным, то, что Вы там подависовали, оно задевает чьи-то земли, кроме муниципальных, или куда-то еще заходит? Нет, лично ни чьих земельных участков они не задевают. То есть это все проходит по муниципальному? Да. Понятно. Это, я теперь могу пояснить на Ваше замечание, да, это называется съезда. То есть в этой проектной документации, которая есть, там устроится примыкание к улицам. То есть мы должны обеспечить нормальный отвод, вернее, ну, отвод в улицу заезд. А не просто так и взять тупо и обрубить дорогу. Так, соблюдение всех, вот. Все это нашли. Правда. Мы сейчас с Вами обсуждаем проект планировки и проект межрегования, а не там проект строительства этого нового, да? Да. Ясно. Проект строительства уже утвержденный, пожалуйста, экспертизу. Да, в данном случае я хочу также сказать, что данная проектная документация, которая была разработана, она прошла экспертизу. В полном составе. И получено положительное заключение экспертиза. Дорожная, да, и установленная, и разметка сделана полностью в этом проекте. Да, то есть здесь, как бы, и дорожная обстановка полностью со всеми дорожными знаками, со всей разметкой, то есть сюда, что, в каком направлении будет двигаться. В данном случае дорога предусматривает односторонние движения, то есть от ГАСУ, который ГАСУ, дом 56, до улицы Западной. А транспортный поток, который двигался по улице Бергарина, он так не останется, там будет двигаться? Он не затрагивается. И что, по улице Западной двигался, тоже не покориться? Только воду что он будет? Да. Именно вот этот участок дороги позволяет, будет позволять рамку, что двигаться только в односторонное движение. И ВССП. Пожалуйста, вопросы у участников публики Сусени. С улицы Гагарина, значит, на улицу Западной не будешь заезда? Я так правильно вас понял? Почему? Как он был? Ну нет, вы говорите, что идет одностороннее движение. А это одностороннее движение? С улицы Гагарина заезжает, западные выезжают на Гагарина. Нет, от дома 56, по улице Гагарина, это дом для СУ. Дом для СУ, я и говорю. Вдоль больницы, вдоль больницы, вдоль больницы, значит, въезду в море. По улице Западной выезжают. Но я говорю, а с Гагариной, когда Малую, когда приезжаем, на левую и на правую, и опять будет заезд сюда же, на эту. Вы говорите, что двустороннее движение. Нет, ну значит, на западной получается двустороннее движение. На самой улице Западной пока двустороннее. Как было, да, как стоит, да? А для чего тогда делать там? Ну, я бы хотел вам сказать... А с Гагариной делать заезд? Давайте, да, то есть, вы, конечно, понимаете, что у нас существуют определенные финансовые возможности. И мы это ведем этапами, то есть, мы даже вот это строительство, три этапа ведем, три очереди ведем. То есть, мы сначала построили автостоянку, на что нам платило денег. Что, вы хотите сказать, что не надо было строить автостоянку в больнице? Да мы не говорим о том, мы представители от улицы Западной... Я понимаю, вы мне ответьте на вопрос, не надо было автостоянку делать на автостоянку, ради бога, да? Нет, не надо было делать, да? Я говорю, что ради бога делайте. Попробуйте по строянке их вам. Мы говорим, что по улице Западной почему оставляют тогда двустороннее движение? У нас и так там такой поток. Мы пока не готовы. Чему не готовы? Мы этим проектом не предусмотрены? Нет, этим проектом не предусмотрены. Есть еще один проект. Почему? С Гагарина заезжают, по Западной выезжают, ради бога. Надо тоже улицу Западную разгрузить, а то по Гагарину по двустороннее, а по Западной двухстороннее. Ну, маленький есть нюанс. И кто поедет тогда с Гагарина к больнице, все равно поедут к нам. Смотрите, какая ситуация. У нас больница, она не городская, а районная. Центральная районная больница называется. И скорая помощь едет, как из города, которая может заехать по-быстрому по улице, которую мы сейчас отстроим, да? Также ездят из района. Если они поедут из района, и по Западной будет заехать закрыт, им придется ехать отдавать рюк, и больной может кончаться, к сожалению, понимаете? Ну, как это? Я говорю, даже тут пять минут до этого перекрестка. А бывает, наверное, минуты что-то идет, понимаете? Тут то, что я опять на Западную, я говорю, все, закруглять. Если так, тогда, я говорю, там вообще поликлиник устроен. Там идет улица 40 лет октября. Пока в проекте до этого нет, но происходит, понимаете? Который уже за вас в 40-м году, там очень постоянно. Ну, я говорю, давайте на Западную еще что-нибудь построим тогда. Зачем? Ну, железную дорогу проведем. Да что вы ерничаете? Не ерничаете? Да я не ерничаю, потому что, я говорю, у нас двухстороннее движение, как было, так и осталось. Тогда, когда с проектом приходил, Александр Дмитриевич, по тротуару, проведение тротуара. Ну да. Вот. Нас опять жители вызвали. А для чего вызывали-то? Когда уже все у вас спроектировано, все тут уже есть. А нас-то зачем тогда приглашали навстречу? Мы сказали, что давайте сделаем тротуар так, что если здесь, говорят, сделаем на нашей улице одностороннее движение, можно было даже провести по другой стороне этот тротуар для пешеходов. Очень хорошо, потому что там, как говорится, если уж остановка с той стороны стоит, чтобы опять пешеходам не пересекать проезжую часть, можно было сделать с той стороны пешеходный переход. Ну зачем? Это не надо. Лучше сделать еще один пешеходный переход рядом. Потом говорили, по улице Баринова проведите пешеходный переход, потому что, как вы говорите, что там, значит, была бывшая автостанция, автовокзал. С автовокзала переход делали специально пешеходный к элефанту, от элефанта к малой. Почему нельзя было перенести ту же малую остановку подальше? У нас почему же все получается с дальним числом? Смотрите, проект делался в 2013 году, и обсуждение этого проекта было в 2013 году. Вы-то почему не приходите участвовать в обсуждении проекта этого? Я говорю, никто не обсуждал, никто не приходил. Почему же? По тротуару Александр Миш приходил к нам на улицу. Были вы? Говорили, что будет здесь тротуар. У кого какие планы и какие видения? Мы сказали свою точку зрения. К нам кто прислушался? Нет. А вы говорите, это было в 2014 году. В 2014 году? Ну, в 2015 году. Да, в 2015 году. Проект уже был. Проект уже был. Обнуждался он в 2013 году этот проект. Я с этим проектом приходил. А кто-то нас приглашал тоже там, чтобы... То есть, честно говоря, вы были публичные слушания. Я тогда не был председательниц. Я тогда не был председательниц. Хотя все у нас проекты обсуждаются на публичных слушаниях. И также мы и говорим, что как-то где-то что-то надо разгрузить. Ни одну ведь от улицы только загружаем. У нас там есть Баринов рядом, 40 лет. Мы от них тоже ничего опять не делаем. Я просто не буду говорить об дальнейшем планах. Сейчас мы обсуждаем проекты. Понимаете? Разве это уже есть? Пока все это уже будет. Будем прорабатывать дальше. У нас есть проекты. Они разработаны только... Вот на этот год хватает пока на эти работы. Выполняйте их работу. Выполним эти работы. То есть, стоянку сделаем и сделаем. То есть, шпаг сделаем и сделаем. Здесь дорогу сделаем, сделаем. И около на улице Гагарина тоже сделаем, когда деньги будут на это делаем. На следующий год сделаем. Если нужно будет, дорогу дальше сделаем. Мимо 40 лет. Вопрос. Александр Дмитриевич, в объявлении о проведении сегодняшнего публичного слушания указано таким образом, что парковка, которая уже построена в прошлом году, она как бы входит в предмет сегодняшнего обсуждения. Нет. Ну, у вас так написано в объявлении. Вы понимаете, вы должны внимательно читать... Ну, вы тогда пишите... Ну, там, нормально, понятно. Вы понимаете, если проектная документация называется вот так, я по-другому ее назвать не могу. Она прошла искрестивая, все. То есть, я не могу вступать. Реализация различна от всего речи. Придумайся, от себя что-то. Она разбита на три очереди. Проектная документация в три очереди строится на это, разбита. Ну, и две по-тройной очереди. Второй теперь две мысли. Второй и третьей построили. Первой строили. Я так полагаю, что когда строилась стоянка, тогда требования не требовались из-за проекта планировки и проекта наживания на публичное слушание выносить. Как и менее, объект не считалось это, да? Это только в 16-м году, если начали. Ну, вот я говорил, более чем петербург. То есть, в 16-м году требования появились выносить на публичное слушание. Ну, оно было, но, имеется в виду, здесь уже гораздо больше, чем более. Так, было или не было, вы тогда объясните, с какого момента? Понимаете? Пожалуйста, откройте пункт 10.1 главы 1-го строительного кодекса, в котором говорится, что пункт 10.1 ведет федеральным законом от 3 июля 2016 года. Скажите, что пункт 10.1 ведет федеральным законом от 3 июля 2016 года. Нет, оно было, но оно просто не было так инвестицизировано. Оно, кажется, чего было? Нет, 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 не было такой четкой. Потому что, видите, за этот билет уже только закон сменилось. То есть требование возникло только в 16-м году. Ну, тут так и говорите, что было, не было. Людям тоже надо... Нет, ну, формулировка, то есть она там в себе была, давалось понятие, что такое. То есть мы снижаем этот проект в части по улице Безымянной, да? От дома номер 56 до Западной. Да, в улице Западной. В отстранственном движении. То есть полота. Двухполосная дверь, двухполосная, 6 метров. Двухполосная дорога, может быть, есть. Верху лад. Александр Мизыч, насколько мы понимаем, часть дороги от здания ДРСУ в этом направлении уже существует. В данном... А. Ну, здесь я могу пояснить вам, да, что существует, помимо вот этой части проекта, существует еще один проект. Просто делаем, да? Который, значит, по своим нормам, по всем своим этим линиям изгиба, которые должны быть, радиусы поворота и радиусы изгиба, которые не сходятся с той существующей дорогой, которая нам в настоящее время. И насколько вы знаете, что, и вы уже смотрели, что дорога существующая, и дорога, которая будет строиться, они вместе с тобой не сходятся сейчас. Куркуру. То есть, размежевая? Она и затрагивает, то есть существующую дорогу, но в плане просто отвода... Далее дорогу будет демонтировать, построена новая, так получается? Угу. Реконструируем. Реконструируем. Да. Чуть-чуть длину же в сторону. Ну, там, в зависимости от тех норм, которые, в общем-то, по предъявляющей автомобиле на дорогах. Александр Анатольевич, поступило заявление от жителей улицы Западной перед сегодняшними публичными слушаниями. Вы, наверное, ознакомились с меня. Я, с вашего позволения, оглашу содержание. Оно небольшое. Нет, я это не видел. Ну, сейчас я объясню. Объясню. Оно зарегистрировано в приемной городской администрации в адрес исполняющего обязанности главы администрации Каминяск Козлова, ниже подписавшихся жителей улицы Западной в городе Каминяске заявлением. Только сегодня из сети интернет нам стало известно о проведении публичных слушаний по проекту постановления городской администрации и проекту межевания территории линейного объекта. Строительство автомобильной дороги от дома номер 56В по улице Гагарина до улицы Западная с устройством парковочной площадки от улицы Западная до улицы 40 лет октября в городе Каминяске с республики Марио-Толочка благоустройства улица Безымянная, от дома 56В по улице Гагарина Западная в скобках первую очередь строительство. Настоящий заявляем о своем несогласии с планированным строительством, в результате которого предусмотрен выезд на нашу улицу. Следовательно, увеличение потока проведающих машин, несомненно, ухудшит экологическую обстановку на территории улицы. Кроме того, уже имеющееся движение автотрафата по дороге на нашу улицу нарушает наше право на благоприятную среду проживания. Во избежание необоснованного решения на назначенных публичных слушаний просим снять вопрос с обсуждения и назначить его рассмотрение на более поздний срок для выработки наиболее приемлемого варианта решения. Ответ на данное обращение просим направить граждану Домбрачеву, проживающему по улице Западной, дом 8. Часло сегодня, 21 апреля, раз, два, три, четыре, пять, четыре, семь, восемь, девять. Девять подписей лиц, которые находились по месту жительства с сегодняшнего утра до момента подачи. У меня интересное отношение имеет исполняющий граждан и козлов. Татьяна Владимировна согласилась с тем, что в соответствии с законом об обращении граждан лицо правило обратиться в орган, если в любой орган, а если этот орган считает, что данный вопрос затронутый в обращении, не входит в его компетенцию, то этот орган в соответствии с законом перенаправляет его в соответствующую инстанцию. Заявление подано. Подано оно до начала публичных слушаний. По крайней мере, инициатор публичных слушаний является глава муниципального образования, до которого пока все эти сведения не дошли. Пожалуйста, они облачены вам в данном заседании на сегодняшний слушание. Меня здесь никто не передал. Ну, это... Во-вторых, улицу Западную, вот это вот, то, что мы сейчас обсуждаем на этом, это никак не касается. Сейчас я вам объясню позицию жителей улицы Западной, которые ко мне обратились. А я хотел бы сам ответить. Да они вам все объясняют. Ну, мы говорили, что одностороннее движение. Сделайте. Секунду. Они вам делают одностороннее. Но! По нашей улице одностороннее движение. Но! Если, как говорили, что Шкура и заезжает, ради Бога, с той стороны с улицы Дагарина повесить знак и согласно ПДД... Спецмашинам тоже. Да, и согласно ПДД оттуда, пожалуйста, пусть она заворачивает на нашу. А то поиски тоже спецмашины не едут. А так? Ради Бога. Вы только вот заедут. Этот вопрос... Давайте сделаем так. Ну и что? Этот вопрос надо ввести на... Александр Ильич, на проект у нас безопасности и здорового движения. Да, да. Проект безопасности... По организации безопасности и здорового движения. Давайте сделаем так. Владимир Васильевич, если вы знаете интересы улицы Западной, вы, пожалуйста, заявление сделайте от жителей улицы Западной с просьбой и организацией на здоровье движения и... Я не представляю интересы жителей улицы Западной. Я всего лишь довел до вашего сведения о том, что подано их заявление. Двое присутствует здесь, но позиция других, которые здесь не присутствуют, вам неизвестна. А я просто вынужден передать о том, что... Согласие сегодня данное на утверждение проезда по межеванию и так далее автоматически влечет согласие на утверждение проезда и дальнейшее строительство. Это все во взаимной связи. Нельзя рассматривать это по отдельности. У нас уже есть гордый опыт отвлекусь с полигоном ТБО, когда здесь в этом зале даже в отсутствии проезда присутствующих голосовали, а теперь кусаем локти. По цене по пакетам и прочее, по мусору, который там ретрадит и другие проблемы. Поэтому так легко решать такие серьезные вопросы мне кажется, лично мне кажется, не стоит. Нужно прислушиваться к людям, которым жить на этой улице. мы слушаем людей. Вот сейчас человек предложение мне открыл. Понятно, но это один человек внес предложение, я вам просто доложил, что люди предлагают снять вопрос. Надо, во-первых, интерес, это не только мусор, а вы знаете, мы учли с полигоном, всем очень нравится, когда в деревне Коптяково свозят весь мусор, значит, но не учли с другого. А я вам аналогию провожу, аналогию. А теперь мы все, включая жителей района, пьем отравленную воду, потому что пленку-то не положили. Теперь все течет в это озеро. Весь этот яд, который выделяется с этого стопления мусора. У нас ведь нет анализа? Да, анализы проведем. Знаете, будет время. Сейчас, сейчас вы что хотите? Сейчас я вам доложил, что есть письмо, люди просят снять вопрос сегодняшних публичных слушаний. Такая практика у вас есть. Второй вопрос, поступил, скажите еще один. Ко мне ничего не поступало, Владимир Васильевич, еще раз говорю. Вы не правите перенести на меня письмо. Я не собираюсь его, значит, пользоваться этим правом, переводить или нет. Оно озвучено. Главная мысль людей, значит, в письме указана. Они против. Они просят перенести, отложить рассмотрение этого вопроса. Я вам не могу передать. Вот эти восьми человеком не идти. Вот эти люди, они просто находятся сегодня на работе. Ну, Виноградова, знаете, работает в полиции, замначальника. Подпись у нее есть. Она сегодня на службе. Она не может и не готова. Вы сначала сделаете интересную газету, мой вам совет, а потом уже спрашиваете, почему ее не читают. Ну, это мое мнение. Ну, что в этом, все равно там, дорога, она запланирована, проектом есть, она там и должна быть. Но я говорю, наши только, говорю, просьбы жителей, вот эти улицы, одностороннее движение. Давайте вы ко мне дадите. Мы не против, что там, это защищение. Нет, я тоже, скажу, я в свое мнение раз пришла. Вот у нас все сейчас, двустороннее движение. Тротуар сделали. Тротуар, короче, за мной были клинику, здесь наверху сделали. За мной выйдут, сразу эти, и басы, и кровь, все по нашим лицам. Это магазин, плюшки, купили пубочки, купили пирожки. А что, вот идите, я соберу. Из-за тротуара, что ли? Из-за тротуара. Я говорю, а вы дома ведь, говорю, на улицу не плюете? И все, дальше пошли. Я считаю, что эта улица нужна. Нет, улица, улица нужна, я ничего не подавлю. Ну, сейчас, на второй туалете, вчера, сегодня, не одна на поляце не может проехать. Снег вот столько, и никто не очень зимой тоже, мы сами чистим, у кого своих долг чистим, а дальше тоже они на топчет. Никто, и здесь, как же эта улица нам нужна, а края, и нам не будет. Так, уважаемые, хозяйники, вы на месте сочините. Пусть это сочинят. А нарушают правила зарубления на морщине. Вот мы начальники, и эти. Вопрос на голосование, крутые. Не про маски, не про вкусов, которые там удают. Это другой вопрос. Это надо решать вопрос больнице, чтобы они поставили урну, надлежащим образом, при выходе стоматологии и бросали туда варки. У них, наверное, никак огурный нет просто. Не знаю. Может быть, я иду, попрошусь в ракуре, чтобы они до тяпы не бросить. Это вопрос такой... Да если я не видела, я не могу сказать, я из-за мальчика до утра ухожу. А машина, двухстороннее движение, машины едут, там все прибыли нарушают. А раньше, когда татуарта не было, они не ходили с этой дороги-то? Ну, они по дороге ходили. А вас не, а вас не, правда? До нашего дома-то не доходило, опять, не на нашу, это, все, с колитки вышли два метра, и все, все, это, все плюнули. У нас два метра, а там, вот, у Солкина, первый дом, два метра. Вдалет, этот. Они в целом окно кидают, в городе такая, ну, нет, около домов убирают, надо, людей поставить, кто-то убрал. Еще они будут платить, они будут платить за проходящих пешеходов? Ну, вы это платите. Ну, вы сейчас ушли в сторону, уважаемые. Нет, ну, тогда, это сделайте одностороннее движение. Тогда, мы пойдем ко мне в кабинете, и поедем все это. Ничего не в порядке. Причтите, я не могу западать. вы говорите сами. Так, уважаемые. Ну, что все равно? Ну, вы не сказали, не могу. Уважаемые. Уважаемые. Я говорю о транспорте, о транспорте. Предлагаю следующее решение публических путеваний. Я от меня технику выбираюсь, Владимир Владимирович, по той причине, вы поняли. Ваш ход вы поняли. Главное, что мы вас увидели. Это не ход, это не ход. Сид, бегая пункт, он такой. Ну, и сбор сотрудников администрации, противовес с интересом граждан тоже поняли. Вы здесь судите, что вы нас? Вы судите? Ну, судья. А, ну, туда все, попрошу, по-моему. Что вы здесь? Попросу, по-моему, все, да. Разлагается одобрить проект восстановления Министации городского округа города Козыния и рекомендовать Министации городского округа города Козыния будет усредить данный проект восстановления Министации муниципального образования. Часть имиджевания и проекта планировки. Именно вот в первую очередь стоит ли это? Кто за данное решение прошу прогуставать, уважаемые депутаты. Кто против? Да. Сергей, кто против? Вы сдержались? Один. Двести, репетали все? Уважаемые присутствующие, все вопросы рассмотрены. Самое... Это дело... Не является следами. Да. Спасибо всем за... Нет, мы против, тоже был в Москве. Сергей, против? От ДРШУ до Западной вы не можете против? Сергей, пойдем. Как же против? Пойдемте, пойдемте, не имею. Пойдемте, вот по этой вопросу и так же работаем. Пойдем. Вот, в мельчинке, в мельчинке. Вот так же вот. Продолжение следует...